При пропускании электрического тока через ПМ переход в прямом направлении носителя заряда, электроны и дырки, рекомбинируют с излучением фотонов, из-за перехода электронов с одного энергетического уровня над рукой. Не все полупроводниковые материалы эффективно испускают свет при рекомбинации. Лучшие излучатели относятся к прямозонным полупроводникам, то есть к таким, в которых разрешены прямые оптические переходы зона-зона, типа АИИПФ, например, ГАЗ или ЭНП, и АИИБВИ, например, ЗНСИ или ЧТИ. Варьируя состав полупроводников, можно создавать светодиоды для всевозможных длин волнат ультрафиолета, ГАНЬ, до среднего инфракрасного диапазона, ПВС. Диоды, сделанные из непрямозонных полупроводников, например, кремния, Германия или карбида кремния, свет практически не излучают. Впрочем, в связи с развитием кремниевой технологии, активно ведутся работы по созданию светодиодов на основе кремния. Советский желтый светодиод КЛ-101 на основе карбида кремния выпускался еще в 70-х годах, однако имел очень низкую яркость. В последнее время большие надежды связываются с технологией квантовых точек и фотонных кристаллов.